еще раз салам алейкум добрый вечер я снова в прямом эфире в надежде вывести на связь доктора сабира кахриманова из москвы для того чтобы он смог ответить на интересующие вас вопросы всем еще раз салам алейкум и алейкум асалам большое спасибо руслан что пригласили на эфир я представлюсь меня зовут собирах медвегович кахриманов я врач терапевт кардиолог из гкб вересаева города москвы 17 марта я контактирую с к видов скими пациентами с инфицированными за это время мне удалось понять основные проблемы с которым они только врачи столкнулись но и в целом здравоохранения ну пока я не забыл я хотел бы еще раз всех поздравить с наступившим месяцем рамадан пожелать вам милости всевышнего в этот месяц и я уже видел то что руслан рассказывал про эпидемию в палестинской деревне который он приводил пример действительно там были четкие указания со стороны сподвижников пророка саллаллаху алейкум асаляма они это столкнулись в 18 году фиджры и действительно когда вы становитесь очевидцем эпидемии то если вы оказались в этом месте лучше это место не покидать но к сожалению уже поздно какие-то сделать изменения я также услышал со стороны моего любимого брата руслана то что его мнение что нужно было все-таки выводить детей гулять к сожалению скорее всего вы оказались правы потому что жесткая изоляция тоже сдала паническую такую атаку среди населения также еще хочу отметить что действительно чем хуже прогулка детей чем прогулка собак ну ладно это уже другой разговор значит какие основные моменты я вот лично 17 масса даже еще раньше на самом деле я встречал рейсы китайские которые прилетали шереметьево с 8 по 9 марта и уже тогда я понял что потому как одеты сотрудники роспотребнадзора которые забирали биоматериал у прилетевших что проблема серьезная и какой-то миг я понял что что-то не так то это это необычная инфекция но потом внимание моё притупилась и как я уже неоднозначно говорил к сожалению коронавирус обманул всех потому что механизм развития его осложнений оказался непредсказуемой и до конца не изучен так вот 17 марта я был прикомандирован специальный госпиталь который располагается в москве который был одним из учреждений первым перепрофилированным по борьбе с инфицированными и так как туда первые две недели которые поступали пациенты они были довольно таки в легком состоянии да то это затмило скажем замылило разум и глаз опытных даже врачей и слушая их речи я тоже на самом деле в начале отнесся несерьезно к этой проблеме они говорили мы видели свиной грипп мы видели атипичный пневмонии и на самом деле это не страшно но уже 27 марта я понял что ситуация кардинально поменялась после того как были выписаны первые пациенты и начали поступать уже пациенты которые действительно да хочется отметить что первые пациенты они были те кто контактировали с инфицированными те кто были в зоне неблагоприятного да местонахождение это в основном это была молодежь и детали и швейцарии которая прилетела с альп да и вот они говорят мы вот вчера мы катались буквально а сегодня у нас вот так и они две недели были на изоляции да это были необходимые меры но к сожалению их нужно было делать раньше когда я считаю что когда если не ошибаюсь 19 января китай закрылся нужно было тоже у нас закрывать авиасообщение но к сожалению этого не произошло и мы видим то что мы сейчас видим так вот когда начали поступать с 27 марта уже другие пациенты которые не могли нормально дышать без кислорода которые постоянно требовали к себе внимание то есть они резко ухудшались вот у тебя человек дышит спокойно пульсоксиметр показывает нормальное парциальное давление нахождение кислорода в крови так скажем и тут же он через два часа тебя вызывает и говорят он ухудшается его резко переводит реанимацию так как я работаю я прошу прощения что происходит с легкими человека в этот момент когда у него ухудшается состояние они заполняются жидкостью или они рубцуются они схлопываются что происходит с легкими смотрите стандартная вирусная инфекция которая осложняется пневмонии там присоединяется бактериальный компонент это видно на рентгене и это проявляется характерными симптомами это слышится ушами врачом также характерная лабораторная диагностика не скажу что всегда золотая середина бывает но более менее опытный врач никогда не пропустит такую пневмонию на самом деле то что сейчас происходит почему я сказал что коронавирус нас обманул все осложнения которые вытекают после инфицирования этим вирусом связаны с тем что происходит то есть как бы вам объяснить значит вирус он знает как организм среагирует на внедрение его в наш организм и он ждет этого вот образом так скажем это война которая он ведет с нами и внедряясь наш организм он через специальные рецепторы которые располагаются барьерных барьерным слоем нашей слизистой ротоглотки и носоглотки к сожалению вот эти я забегу вперед интерфероны которые рекомендуют и прописаны в рекомендациях есть исследования которые показывают я пожалуйста делаю на этом особый акцент пожалуйста не используйте эти интерфероны они увеличивают экспрессию этих самых рецепторов через которые коронавирус проникает то есть допустим как бы колоссальные бешеные сумасшедшие дозы циклаферона анаферона виферона и других все что заканчивается на ферон эти группы препаратов я вам дальше расскажу механизм развития событий вы поймете почему но основное то что доказано то что они увеличивают количество тех самых рецепторов через которые этот вирус всяко к нам попадает и начинает свой дальнейший путь развития в нашем организме так вот попадая в наш организм он за какое-то время два-три дня сидит нашем горле образом так говоря и это проявляется у нас непонятным ощущением это нестандартная боль при ангине который даже испытывает человек это какое-то непонятное перемещение как будто подчесывание или жжение в области горта на глотке я хочу на это сделать тоже отдельный такой упор потому что я сейчас нахожусь 12 день на карантине я сам инфицирован и в легкой форме переношу эту инфекцию то есть ты сам подцепил коронавирус общаясь с больными да конечно и я 17 марта я практически ежедневно с ними контактирую не инфицироваться уважаемые друзья невозможно если вы находитесь не строгой своей изоляции потому что предпосылки этому все очень ну давайте я попозже расскажу я дальше вот ответься на тот вопрос который задали значит вот дальше с горла он спускается ниже по дыхательным путям и там уже внедряется в альвеоциты второго порядка там есть вот эти рецепторы он защищается специальной оболочкой который представляет собой фибриноген и тем самым повышается температура вот в этот момент у человека он начинает чувствовать сухой кашель начинается резкий выброс медиатора воспаления человек то есть организм человека пытается иммунная система побороть вирус и вот в этом в этом переломном ключевом моменте происходит вот то что он нас обманул происходит микротрамбирование так скажем сосудов происходит воспаление сосудистой стенки и вот то что происходит на кт дальнейшем мы видим или на рентгене вот эти участки матового стекла с участками консолидации или без них вот эти арки которые на кт видят рентгенологи это все не пневмония стандартная это все альвеолит невмонит или пульмонит как хотите называйте это все одно и то же но суть в том что это нестандартная пневмония и лечить ее нужно небольшие не сразу антибиотиками нужно понять что происходит у человека в крови нужно понять какой у него клиника какая у него клиника как я уже сказал когда уже спускается коронавирус вниз в нижней дыхательной пути у человека начинается сухой малопродуктивный кашель и что характерно для этого нового коронавируса это большое семейство все остальные представители этого семейства вызывают насморк то есть заболеваемость проходит насморком здесь вы этого не увидите максимум что вы увидите это поражение продуктами жизнедеятельности вируса носоглотки и слизистой это будет проявляться нарушением восприятия запахов что у меня и произошло это был первый для меня ключевой звонок и вот сейчас я даже сегодня читал что некоторые исследователи говорят что если это произошло то вы знаете что у вас более-менее легкой форме должно пройти если вопрос вопрос вот на этой стадии когда вирус спускается и на уровне погружения ну вот через носоглотку через ратоглотку он проникает в организм на этом этапе организм борется с вирусом на этом этапе возможно кровоотделение в носу носовых пазухах трудно сказать из моих пациентов было два-три момента с прожилками крови так скажем кашель и по-моему один тоже пациент которые проявления такие что было тоже не корочки которые образуются в носу а именно с выделениями прожилки крови но я не видел чтобы это был какой-то специфичный для не массовый не массовый это не массовый так скажем единичный я вчера смотрел конференцию которую очень хорошо рассказывал эпидемиолог там не больше трех процентов это не является каким-то специфичным симптомом для нового коронавируса так вот этот вирус обманывает всех кто пытается лечить этого пациента он обманывает тренгенолога который пишет что пневмония на самом деле не стоит писать слово пневмония люди сразу пугаются этого слова и есть одно такое вот к сожалению есть такая проблема в нашем здравоохранении врачи лучевой диагностики не должны писать диагноз выводить должен ставить диагноз только врач-клиницизм который непосредственно видит все изменения лабораторные он слушает пациента его жалобы до знает его все сопутствующие заболевания поэтому с этим связано то что люди начинают какие-то неадекватные применения препаратов три антибиотика 4 я видел антибиотика еще два противовирусных к этому еще ферроны какие-то непонятные капельницы которые запрещены никто не рекомендует копать пациента при этом потому что заканчивается это все плохо человек образно говоря вот есть хорошее там сравнение как водная оболочка у него в самых мельчайших структурных единицах работающего легкого водная оболочка образно говоря образуется и происходит нарушение газообмена то есть гемоглобин нашей крови он не может переносить кислород и происходит по сути как отравление угарным газом есть кислород даже вот есть период когда человек уже переводит на кислород он дышит и не может его кровь насытиться кислородом потому что газообмен не происходит вот в этом его основное отличие от других то есть легочные пузырьки они наполняются жидкостью да там происходит воспалительная местная реакция накопление эксудата и происходит чем больше у человека риск то есть какие-то хронические сопутствующие заболевания курение различные ожирение сахарный диабет очень много заболеваний имеют так скажем повышенные риски тромбообразования и в целом вот эта высокая температура также потери жидкости с работой особенно я видел на кавказе очень многие пациенты ко мне когда обращаются они говорят у меня рвота у меня тошнота у меня понос а к этому еще добавляются какие-то колоссальные нагрузки антибиотиками и человек теряет с рвотой с поносом с потом и при этом высокая температура это все повышенные риски тромбообразования даже у здорового человека будь то 19 летний спортсмен худого телосложения будь то это 35-летний мужчина полного телосложения это все повышенные риски тромбообразования что собственно происходит если даже помните первая пациентка которая возрастная довольно-таки умерла от коронавируса в москве и потом когда проявили вскрытие сказали что это была тромбоэмболия на самом деле это не обязательно чтобы был какой-то возрастной человек все подвержены этому делу поэтому я призываю рационально использоваться что и докторов что и пациентов с головой окунаться в свою проблему они просто из-за паники использовать 9 препаратов 10 препаратов я хотел бы еще раз вернуться к своему вопросу в чем смысл разделения больных на коронавирусных и больных двусторонней пневмонии в чем разница между этими двумя болезнями почему статистика в дагестане разделяет их на самом деле это происходит не только в дагестане к сожалению нужно понимать что для вот этой новой коронавирусной инфекции одностороннее поражение не характерно исключение является редко бывает когда в самом начале заболевания нужно отметить что на первые сутки температуры не стоит бежать делать компьютерную томографию начинается какие-то изменения на кт или на рентгене с пятого дня заболевания то есть на исходе четвертого начале пятого дня заболевания поэтому если вы видите односторонний процесс то тут либо рано сделано кт и дальше уже развелось двухстороннее поражение но если вы эти двухсторонне стандартные вот это стандартное описание то это вот сегодня главный санитарный врач россии или москве я не помню она заявила что других сейчас инфекции кроме коронавирусной нету и я действительно склонен к тому же мнению потому что микромире тоже такие же естественные отношения между разными возбудителями заболеваний как и в большом мире да если один другого побеждает то тот кто победил он превалирует вот то что мы сейчас видим это как раз таки то что коронавирус вот этот новый царс 2 он вытеснул все остальные возбудители которые были характерны для этого так скажем сезона зимне-весеннего поэтому вот это к вас возвращаясь к вашему вопросу на самом деле смертность заболеваемость пневмониями сейчас который происходит нужно учитывать по пневмониям именно они по коронавирусу потому что на выявление инфицированных коронавирусом влияет статистическая погрешность такие как неправильно неправильно методология забора биоматериалов неправильное проведение тест систем да какие то вопрос на уточнение то есть вы рекомендуете ориентироваться врачам и самим пациентам не на данные тестов коронавируса а на данные состояние легких то есть дошли легкие уже по своему ухудшению до состояния воспаления именно реакция на воспаление легких является сигналом к тому что человек уже инфицирован и его нужно лечить смотрите да хороший вопрос на самом деле в начале самом не было никаких пониманий потом понимание стало больше все начали говорить ориентируемся на кт люди массово повалили на кт вот сейчас в моем родном дагестане уже колоссальный денег стоит провести даже где проводили уже не проводят потому что стационары завалены и я не понимаю почему происходит вот это зачем нужно всем в очередь на кт нужно советоваться с врачом и как я еще раз вам говорю если у вас появилась температура да вот у вас она три дня подождите три дня не стоит сразу бежать делать какую-то лучевую диагностику через три-четыре дня даже следует сдать кровь если вы не смотрели лучевая диагностика это и есть кт да да кт рентген и также вот в свете сложившихся событий научились так скажем и вышли рекомендации также проведение мрт легких обычно мрт легких не проводилось потому что подвижные органы как вы знаете в мрт надо лежать минут 20 25 а подвижные органы мы же дышим и легочную ткань и вообще плохо показывала но сейчас в условиях этого вышли рекомендации специальные врачей обучили и это тоже огромное подспорье но следует отметить что изменение вот именно связанные с коронавирусной инфекцией видно как на кт и на мрт но лучше конечно на кт сабир подскажи пожалуйста как вести себя людям которые уже заразились или которые уже вошли ну скажем сложную стадию воспаление легких или подозревают что у них в ближайшее время это разовьется как им лучше вести себя и что делать от куда-либо сломя голову каким врачам обращаться особенно в сельской местности и в условиях малых городов таких как я не знаю дагестанские огни там южно сухокомск где до качественной медицины далековато приходится ехать в соседний город допустим к сожалению даже качественная медицина всех стран без отключения столкнулась тем что в мирное время они бы справились с этим но сейчас на самом деле это военное положение касаемо борьбы с вирусом на самом деле идет война крупная с этим вирусом и ни одно здравоохранение ни одна страна не справится с этим делом поэтому для этого и был направлен режим самоизоляции чтобы за короткий промежуток времени не заболело максимальное количество чтобы не произошел коллапс здравоохранения потому что самые первые кто подвержены так скажем инфицированию после тех кто зародил это врачи которые врачи медперсонал весь медперсонал медсестры санитарки они все вступают с ними контакт и происходит большой так скажем они находятся постоянно среди этой красной зоны где гуляет инфекция и к сожалению первым кто страдает это как раз таки они значит что делать когда уже ближе к вашему вопросу смотрите вот я явный представитель мне 28 лет у меня легкое течение расцениваю у меня начиналось миалгии то есть боли в мышцах у меня начиналось со слабости но я этому не придавал значению никакого значения потому что у меня был просто бешеный график потом у меня через несколько дней я заметил анасмию то есть у меня полностью пропали пропало восприятие запахов через три дня также в этот момент у меня появились головные боли как раз таки локализованы во фронтальной и в гайморов областях то есть это кто когда-то болели гайморитом они смогут понять о чем я говорю это колоссальная давящая боль которая вот при перемещении головой дает очень сильные и радиирующие боли во всей голове значит потом через три дня после это у меня появилась а еще в этот момент у меня была болезненность придвижение глазных яблок было просто очень сильно затруднения даже вот при передвижении глазами и даже закрытыми глазами было колоссальная боли это на самом деле не характерны для никаких других заболеваний я так никогда не болел и это тоже вот слова я так никогда не болел слова большинство пациентов, даже молодых. Через 3 дня после этого у меня появился сухой малопродуктивный кашель, который сейчас меня также сопровождает. Вот такой. Вот сейчас примерно вот такой. Значит, после этого вообще эта анасмия продолжается 10 дней, ее как-то лечить не получится. И после этого либо у человека повышается температура, либо он относительно неплохо себя чувствует. Я делал все, чтобы снизить нагрузку на себя именно вирусную, поэтому у меня в легкой форме. Я был в средствах индивидуальной защиты, и поэтому у меня ни разу не повышалась температура. У меня было максимально 36,8 на седьмые или восьмые сутки, когда вот появилось именно нарушение восприятия звука. Обоняние, то есть запах я не чувствовал. И, собственно, вот это все, что меня коснулось. Но это вот легкое течение. От легкого до среднего, так сказать, один шаг – это повышение температуры. Я хочу отметить, что если у вас повысилась температура, даже если у вас первый день 39, пожалуйста, не паникуйте, не надо сразу бежать куда-то. Вы начинаете обильное питье, принимаете витамин С, можете в средних и высоких дозировках, витамин Д принимаете в минимальных и средних дозировках, потому что, вот я видел турецкое исследование, должен быть уровень витамина Д в крови 60 нанограмм на миллилитр, при котором, то есть есть прямая корреляция содержания витамина Д в крови и течения болезни. Чем больше витамина Д у вас в концентрации в крови, тем более легкое течение этой инфекции вам гарантировано. Дальше, значит, вы вот обильное пьете, принимаете парацетамол, либо парацетамол, содержащий препараты, не буду сейчас называть, любой сможет найти, только парацетамолом рекомендуется сбивать температуру. Если у вас в течение трех дней, допустим, да, вы средний пациент, потому что средний возраст инфицированных в Российской Федерации это 43 года, по моим подсчетам, а так от 40 до 45. Значит, вот среднестатистический пациент, который ничем не болеет, и у него три дня температура, она держится 38, то вы идете сдавать кровь и продолжаете эти же мероприятия. После этого советуетесь с врачом. Врач решает, что вам назначить. Продолжать ли вам какие-то, так скажем, обильное питье, вот щелочное питье, минералку, там продолжать это, или уже внедрять какие-то антибиотики. Почему я говорю сразу на антибиотики? Потому что нету никакого доказательства, что противовирусный хоть какой-то, какой бы он мощности не был, какой бы стоимостью он не обладал. Он, ни один из них, не обладает достоверным, так скажем, действием и эффектом на этот коронавирус. Более того, все лечение, которое сейчас проводится, это ничто более как эксперимент. Сабир, хочу задать вопрос. Я так понимаю, что антибиотики, они действуют против живого организма, то есть против микробов. Они убивают живое, а коронавирус, да и сам вирус, вообще любой вирус, живым организмом не является. Он способен жить только внутри клетки, да. То есть, если мы принимаем антибиотики при заражении вирусом, мы убиваем собственные зараженные клетки, получается, не сам вирус. Смотрите, вообще любая вирусная инфекция может осложниться бактериальной, это все знают. Но тут я опять-таки говорю, механизм вообще, механизм самого заболевания, связан с тем, что происходит просто взрыв иммунной системы, и это не лечится антибиотиками. Нужно понимать, что ни температура, ни лечение вот этого взрыва аутоиммунного процесса не лечится антибиотиками. Это абсолютно бесполезно. И более того, я заметил, что люди, которые начинают массово принимать противовирусные антибиотики в больших количествах, много дней, то у них все усугубляется. И горечь во рту, и тошнота, и понос. То есть, вы только делаете себе хуже. Значит, когда следует принимать антибиотики, когда у вас есть подтверждение лучевым методом, пневмонии, когда у вас есть изменения в крови, когда у вас есть кашель, когда у вас есть отдышка, потливость ночью, а если у вас нет этого, у вас какая-то температура 37,2-37,5, даже сопровождается каким-то кашлем сухим, это не повод назначать антибиотик. Антибиотик только вот вкупе когда это, и это только решает врач. А сейчас все, что происходит на Кавказе, это вот оголделые, которые в WhatsApp гуляют схемы, кто-то говорит с Питера, кто-то говорит с коммунарки. Это все врачи, которые там работают, они отплевываются, когда им присылаешься, они смотрят с круглыми глазами. И вот что еще дальше? Если вы внезапно почувствуете какую-то внезапную боль в грудной клетке, сопровождающейся повышением частоты пульса, нехваткой воздуха, и при этом у вас высокая температура, или такая 37,5, то это верный путь, чтобы обратиться в скорую помощь. До этого не стоит паниковать, потому что паника никогда не являлась ключом к выздоровлению. В наших реальных нужно проявить терпение, потому что, к сожалению, сейчас ситуация такова, что в поликлиниках, в медучреждениях, даже в обычной аптеке, это самые сейчас опасные места для посещения. А люди массово туда идут. Туда здоровый человек не идет. Вот человек, который не температуре, который себя хорошо чувствует, он не пойдет в аптеку. А те, кто за температурой, пойдут. Вот поэтому туда ходить не надо. Это все распространение инфекции. Если человек чувствует, что он заболел, и он живет, продолжает жить в своей квартире, продолжает жить со своей семьей, как ему поступать, чтобы семья не заразилась? Или это уже гарантированно произойдет? То есть этого не избежать, да? Смотрите, еще 12 марта Всемирная организация здравоохранения объявила то, что это пандемия, и что две трети населения, это 70% примерно, инфицируется. На самом деле, то, что происходит сейчас, мне кажется, там поголовно должно инфицироваться, на Кавказе, к сожалению, потому что продолжаются тазиаты, тезиты, продолжаются даже, я знаю, скрытые свадьбы. Пожалуйста, вот этого все не нужно проводить. Ну, сейчас, конечно, Рамадан, этого меньше всего. Но, тем не менее, вот на соболезнования люди ходят, я знаю, это просто колоссальный какой-то ужас. Сейчас есть телефоны, потом соберетесь, проявите какие-то соболезнования по телефону. Значит, поближе к вашему вопросу. Еще раз повторите, пожалуйста. Что-то я ушел далеко. Я спрашивал, если человек почувствовал недомогание и понял, что он заболевает или заболел, заражение остальных членов семьи неизбежно? Да, те люди, которые максимальное количество людей под одной крышей живут, они, конечно, вот то, что сейчас и происходит, с целыми семьями доставляются в больницу, по 5-7 человек, или то они по очередности болеют, потому что инкубационный период 14 дней при обычной вирусной инфекции человек, который заболевает, он уже через 3 дня лежит, он никуда не хочет выходить, то есть он не распространяет инфекцию. А тут чуть-чуть произошло то, что инкубационный период такой, что человек может 10 дней ходить без ничего и представлять эпидемиологическую опасность, то происходит большое количество заражений. Так вот, есть пути, которые, вот, например, по пути врачей. В Дагестане выбрали, например, полную изоляцию медперсонала в больницах, в которых они работают. Я тоже скептически к этому отношусь. Я лично пошел по тому методу. Я работал в двух больницах сутки через сутки. И я приходил домой. Я также игрался с детьми. Я контактировал с ними. Почему? Потому что есть понятие коллективного иммунитета. Я получал микродозов, потому что я ходил в средствах индивидуальной защиты везде. Микродозов получал. А следует отметить, что чем больше дозы вирусной нагрузки ты получил, если на тебя даже накашил, начихал инфицированной, чем меньше ты получил вирусной нагрузки, тем меньше у тебя вероятность заболеть тяжелой формой, и чтобы у тебя тяжело протекала болезнь. Поэтому, исходя из этого, я, как бы говоря, брал чуть-чуть и отдавал чуть-чуть своей семье. И, аль-хамду-ли-ля, максимум, что у моей семьи было, это 37. Какие-то головные боли, эпизоды, какие-то боли в мышцах, но не более того. И это не закончилось какими-то госпитализациями. Я думаю, что... То есть ты сознательно, понимая, что ты доставляешь домой малые дозы вируса, ты сознательно шел на этот шаг, понимая, что в любом случае массу заражения, переболения не избежать, что две трети населения должны сейчас пройти. Да, да, даже если отсидеться, если отсидеться, а потом выйти, и потом тоже можно инфицироваться. Поэтому, когда меня... Я помню, этот день, 17 марта, вторник был. Резко позвонили, и главный терапевт Москвы создавал по одному врачу на помощь в специальные учреждения. В авральном режиме это все открывалось. Ну, была хорошая организованность, были средства индивидуальной защиты, были лекарства. Так вот, я помню, что когда меня, моя больница отрядила на это, так скажем, на эту миссию, я... Уже тогда у меня сложилось мнение, что я должен ходить обязательно, чуть-чуть контактировать и чуть-чуть домой приносить, потому что вот именно вот это отсрачивание, да, вот небольшие нагрузки, а именно по чуть-чуть, привело к тому, что семья, она тоже выработала какой-то иммунитет. И в целом мой иммунитет, их иммунитет, это коллективный иммунитет, поэтому люди, которые проживают под одной крышей, я советую, конечно, уже, конечно, поздно уже. Сейчас распространение вируса достигло четвертого класса, так, четвертой стадии, когда он уже... Нету прямой корреляционной связи. Вот человек, допустим, да, попадает в больницу, и его спрашивают, где вы могли заразиться. Мы первую партию, мы спрашивали. Сейчас даже этого никто не спрашивает. Понятно, как произошло инфицирование. Он просто уже достиг того уровня, что это не отконтролирует. Мы просто спрашиваем, какие контакты у него уже были после того, как он узнал, что у него положительный тест. Вот. Это тоже... Вот чуть-чуть он нас обманул. Очень тяжело, потому что инкубационный период, человек инфицирован, он не знает. И даже у него... Кстати, эпидемиологическую опасность человек начинает представлять для окружающих. За два дня до появления температуры. Так что вот нужно сделать вывод. Человек не знает еще, что он заболел, аж сам не чувствует, но он уже представляет какую-то опасность для окружающих, к сожалению. То есть, за два дня только, а предыдущие 10-12 дней он не опасен, да? Нет, я имею в виду, вот человек, допустим, есть какой-то энный человек, он спокойно живет жизнью, и у него появилась, например, в субботу появилась температура. Так вот, четверг он уже представлял эпидемиологическую опасность, если у него потом... А до четверга, до четверга, предыдущую неделю он не представлял опасность. Он, скорее всего, не был инфицирован. Понятно. Сабир, вот такой вопрос. Сегодня многие люди говорят о том, что они переболели, возможно, этой болезнью еще в феврале, в январе, и возможно, даже осенью прошлого года, потому что в России на карантин закрывались огромное количество школ в Сибири, на Урале, в Центральной России. В Саратовке, в области. Моя семья переболела, жутко переболела в начале февраля, еще в Москве. Температура не сбивалась по 5-6 дней у малышей. мы боролись с температурой 39 и выше. Малыш у меня переболел 2 раза. И это была самая тяжелая болезнь, которая когда-либо скашивала полностью нашу семью. Что касается меня, у меня очень долго был кашель, который он никак не проходил. У меня кровили ноздри. Я почему спрашиваю? была головная боль. Что это было за инфекция и могло ли так быть, что это была та самая коронавирусная инфекция, которая залетела к нам раньше, чем власти подняли тревогу? Да, есть такое мнение и оно имеет место быть, потому что во-первых, как вы знаете, там 12 ноября, если не ошибаюсь, выявлен, так скажем, нулевой пациент в Китае. И с тех пор уже люди, которые, оно развивалось, событие развивалось, беспрецедентно короткий срок выявлен возбудитель, это две недели в Ухане, но они закрылись только, вот Ухань закрылась только 19 января, и поэтому люди, которые в этот момент прилетали в Россию, а так как вы публичный человек, и скорее всего у вас было много контактов, там скажем, есть правило шести рукопожатий, тут достаточно, я думаю, трех рукопожатий, и чтобы инфицироваться, поэтому вполне возможно, что вы заболели, потому что, я думаю, что в ноябре, в декабре этого еще не было, потому что я, работая в стационаре, не сталкивался с какими-то тяжелыми протекающими пневмониями, все пациенты довольно-таки предсказуемо лечили, так вот, да, среди сотрудников были случаи, которые до двух месяцев кашляли, тогда мы, конечно, не делали КТ, и это были люди, которые знают в медицине, они, как говорится, вдоль и поперек, они 20-30 лет работают, они говорят, мы никогда так долго не кашляли, это тоже такой факт есть, и что я хочу отметить, как раз-таки протекание этой инфекции характерно тем, что есть волнообразность лечения, то есть человек может в осень не улучшаться, потом может ухудшиться внезапно, такое тоже есть, к сожалению, и вероятность того, что большая масса людей переболела, конечно, есть, так как не проводились никакие тесты, никакие КТ-исследования, и сейчас... Что интересно, один из представителей системы здравоохранения российской сказал, что у третьей обследуемых пациентов есть антитела к вирусу, это правильно? Вот медицинским языком антитела, или как это называется, или есть иммунитет? Да, иммуноглобулины G. То есть, получается, что это треть населения... Это показатель того, что человек болел уже, да, человек то, что болел, скорее всего. Да, да. А вот таким людям, которые... Коллега Хороший сегодня скидывал вот этот тест, значит, он тоже дагестанец, хирург, работает в Москве, он скинул тест-систему, свою мне фотографию, у него вот на полоске иммуноглобулин G остановилась вот эта отметка. И у него была температура, он под капельницами лежал на своей работе, он рассказывал. Поэтому есть, да, у третьей, даже, может быть, и больше, сейчас трудно сказать, на самом деле. А стоит ли вот этой третьей, у которой, ну, предположительно, есть антитела, этот иммуноглобулин, стоит ли им бояться повторного заражения? Да, к сожалению, реинфицирование возможно, есть случаи в Корее, в Китае, и действительно, но я хочу отметить, что, чтобы это произошло, нужно просто колоссально уже не соблюдать какие-то меры, гигиены просто, потому что инкубационный период 14 дней, там где-то отдельные издания говорят, что до 29 дней, есть также данные, что с калом 5 дней, если не ошибаюсь, еще выходит после исчезновения симптомов этот вирус, да, на различных поверхностях он какое-то время оседает, но в целом возможность реинфекции есть. Не стойки, не стойки. Завтра, 1 мая, россияне и на Кавказе, и в других городах традиционно воспринимает майские праздники как возможность провести время вместе с семьей, выехать на шашлыки, тем более, что сейчас они находились месяц дома, и еще дополнительным усугубляющим фактором является то, что детей, привязанных к компьютерам дистанционного обучения, сейчас отпустили на 11 дней, то есть в течение 11 дней с 1 по 11 мая у них не будет даже дистанционных уроков, то есть семью, имеющую несколько детей, уже ничего не держит дома, весна, птицы поют, уже цветы, трава, солнце гуляет, играет за окном, и плюс дети, изголодавшиеся по улице и оторвавшиеся уже от уроков, наконец освободившиеся. что делать простому человеку, который и так уже волком воет от месячной самоизоляции? Ваши рекомендации на ближайшие 11 дней? На самом деле ближайшие не 11, а сейчас дайте посчитаю, еще 15 дней для Москвы, 15 дней ближайшие, это будет именно тот период самый тяжелый, когда будет число госпитализации расти, число инфицированных будет тоже расти, под такой экспоненте, как взбираться в гору, и для достижения вот этого плата, то есть сравнения заболеваемости, инфицированности, и чтобы она пошла плавно вниз, нужно еще 15 дней для Москвы, примерно минимум. А для регионов это всегда запоздало, плюс 7, и может быть у кого-то плюс 10 дней. Я хочу сделать такое напутствие, что лучше сейчас посидеть дома этот промежуток времени, как бы не было тяжело, чтобы потом, когда все это закончилось, с максимальным количеством ваших родственников, вкругу друзей, чтобы вы никого не потеряли из своей обоймы родственников и друзей, лучше сейчас перетерпеть на самом деле, чуть-чуть осталось, я понимаю, что это тяжело, я тоже две недели уже практически не ухожу из дома, и вижу, как люди с табаками выходят, дети балуются дома, это все понимаем, все очень тяжело, но если есть необходимость, выходите в парк, например, пройтись, где никого нету, выходите по одному, если совсем не втерпешь, но ни в коем случае это не должны быть какие-то компании, я прошу вас, чуть-чуть осталось потерпеть, потому что приближается самое грозное время, ближайшие две недели это очень тяжелое время для всего российского здравоохранения, к сожалению. Сабир, еще один вопрос напоследок, я встречаю информацию о том, что с наступлением теплой погоды коронавирус умрет, потому что под прямыми лучами солнца и при температуре под 30 градусов тепла, жары, он не может существовать дольше нескольких минут, то есть он умирает через несколько минут. Стоит ли нам ждать спасительных солнечных дней и надеяться на то, что коронавирус просто как водой смоет? Нет, это не произойдет в один день, к сожалению, ждать вот этих теплых дней, даже жарких и знойных дней не приходится, потому что, как я уже говорил, семейство коронавидаи, оно очень обширное, 40 представителей, и вот этот род коронавируса, который сейчас есть, он относится к бета-коронавирусам. Все остальные коронавирусы, они где-то 25-27 градусов по Цельсию выше нуля, они погибают в среде, действительно, это правда, но по разным исследованиям, я вот самое, которое доставленное видел, это 92 градуса по Цельсию во временной экспозиции 15 минут, то есть нужно буквально кипятить его, чтобы он полностью умер, так скажем. его любимая температура, оптимальная, при которой он себя очень хорошо чувствует, это 5 градусов по Цельсию выше нуля, и с наступлением даже 30-ти градусной жары произойдет лишь какое-то его уменьшение, нахождение за счет именно инсоляции, за счет именно света солнечного, но никак не температурно. То есть главный фактор уничтожения вируса это солнечный свет? В принципе да, но он очень стойкий, к сожалению. Были исследования разные, там на разных поверхностях разными методами как бы определялось количество, где-то он 2 дня живет на пластике, там до 7 дней говорили, потом кто-то опровергал, ну в общем суть такова, что сейчас инфицирование происходит хаотично, беспорядочно, вы не сможете потом вспомнить кто вас мог заразить и не стоит выходить из дома если вы все еще не являетесь инфицированным и нет у вас каких-то проявлений. Сабир, еще один вопрос, благотворительные фонды на Кавказе делают все от себя зависящее, чтобы помочь нуждающимся и людям из групп риска, они собирают продуктовый набор и уже готовятся собирать медицинские наборы для каждого нуждающегося человека, куда будут включать маски, перчатки, средства индивидуальной защиты и так далее. Но при этом огромное количество наших земляков работает в Москве и до начала эпидемии всегда было готово оказывать помощь всем нуждающимся. сегодня возможно такая помощь на расстоянии, допустим, болеют люди на Кавказе, а самые лучшие врачи в Москве и в Питере, в том числе из числа наших земляков. Чем вы можете дистанционно нам сегодня помочь жителям Кавказа и простым людям, которые может быть отчаялись дождаться помощи у себя в республике? Интересный вопрос. На самом деле я не думал, что к этому в течение прямого эфира надо будет прийти к этому. На самом деле я, находясь дома сейчас в карантине, Аллах дал мне возможность дистанционно помогать людям. Я максимально стараюсь это сделать. В день у меня больше 100 консультаций. В первые сутки, я помню, я считал, у меня было 75 консультаций, на этом я уже вырубился, я не смог даже считать. Я прошу всех граждан, все, кто увидит этот эфир, пожалуйста, поймите, отнеситесь с пониманием к медицинским работникам. К сожалению, это самая уязвимая прослойка сейчас населения. Они контактируют с непосредственно инфицированными, порой без индивидуальной защиты. К сожалению, я очень долго ждал реакции Минздрава именно моего родного региона, что не произошло. они просто ушли в полное отрицание и начинают на какие-то жалобы, которые даже самые смелые врачи, которые выставляют в Инстаграм, они начинают выставлять опровержения. Даже есть такой, сказать, прецедент, что один фонд для Кизилютовской больницы закупился в состоянии дуальной защиты. Минздрав обвинил их в хайпе, то есть в информационном шуме на фоне коронавируса. И я вот тоже сегодня у меня пришла идея. К сожалению, я хоть и просил всех своих подписчиков, которые обращаются ко мне за помощью в WhatsApp или где-то, я просил не оплачивать мои консультации. это все делается без милля. Я прошу вас не умолять тех усилий, которые я, какие бы мне трудно не было, я прошу не уменьшать мой аджир, мою награду. И я кое-что придумал для своих коллег в Дагестане. После эфира я уже хотел выложить некую помощь для медицинских сотрудников Дагестана, которые вместе со своим родным братом я решил осуществить те, кто хотели оплатить консультации, кто настаивал, уже начали скидывать на карту деньги, пожалуйста, не делайте этого, сделайте лучше, как вы знаете, лучше, когда левая рука не знает, что делает правая. В этот священный месяц я прошу тех людей, которых Аллах одарил значительным имуществом в этом мире. Вы знаете, что никто еще не обеднел, когда жертвует бисмилля. Поэтому максимально нужно сейчас сплотиться, помочь тем медработникам, которые находятся в ужасном состоянии, они уже с температурой там болеют и все равно продолжают лечить людей. Они кричат о помощи в закрытых группах, но их никто не слышит и только Минздрав отписки дает, отголоски. я прошу всех тех, кто еще не болеет, понять, что когда происходит то, что умирает врачи, медсестры, санитарки, в этот момент никто не может их заменить на месте, которое находилось до этого. И собственно, ваши же родственники не получат помощи, которую могли бы получить. Поэтому нужно защитить в первую очередь врачей. Я знаю, что это должны были сделать совсем другие люди, а не те, кто сейчас этим занимается. Но, к сожалению, реальность такова, что если мы не поможем паровозу, то наш поезд дальше не поедет. Поэтому придется как-то нам скооперироваться, сплотиться. Сейчас настали трудные времена на самом деле и в трудные времена рождаются настоящие люди, свет которых будет светить и освещать. Ашалах. Сабир, пусть Аллах примет твое поклонение, твое усердие. Мы видим, сколько искренности ты вкладываешь в свои слова. Пусть Аллах поможет нам всем преодолеть это испытание, как преодолевали его и сподвижники, и преодолевали его наши предки, и преодолевали другие народы, которые сталкивались с массовыми эпидемиями. И самое главное, я думаю, даже здесь не состояние здоровья, а то сможем ли мы остаться людьми, сможем ли мы сохранить свою веру, сможем ли мы достойно проявить себя в час тяжелых испытаний, не наживаясь на чужом горе и проявив максимально приличествующее верующему человеку качество и служить примером стойкости для всех, кто встречается нам на пути. А что касается системы медицины, системы здравоохранения, которая оказалась в плачевном, катастрофическом положении в Дагестане за все последующие десятилетия, я думаю, что эта инфекция выявила максимально все пороки, все недостатки этой системы, все изъяны, и мы должны все сплотившись после победы над инфекцией взяться за глубинную реформу и реструктуризацию не только системы здравоохранения, но и вообще всей системы управления нашей республикой. Искренне тебя благодарю, пусть Аллах укрепит тебя на этом пути, облегчит тебе прохождение через болезнь, укрепит твою семью и придаст сил для дальнейшего служения. Амин, Аджмайин, еще раз спасибо, что вы позвали меня на прямой эфир, чтобы больше число людей видели, скажем, крик души стандартного медицинского работника, хоть я работаю в Москве, но я являюсь зеркалом того, что происходит в Дагестане, потому что, к сожалению, боятся врачи даже заявить, о отсутствии каких-то индивидуальных спецзащиты. Я знаю, что есть точечные руководители, которые не отправляют своих врачей на это, так скажем, смертный бой без защиты, а, к сожалению, есть, которые этого делают. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к максимальным трепетным отношениям к медицинским работникам. Сейчас это очень важно. Я надеюсь, что наши земляки услышат твой призыв, и мы читаем дуа и молим Всевышнего, чтобы он помог нашим врачам, которые стоят на страже нашего здоровья и уберег наши народы и жителей всей остальной России вот этой напасти. Я надеюсь, что мы в ближайшие дни еще будем выходить в эфир и стараться максимально донести достойные информации. Да, это был такой спонтанный, сумбурный эфир. Я даже с зарядкой сидел впервые. Хорошо, хорошо. Было очень много полезной информации. Благодарю. До встречи. Баракалаврик. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Продолжение следует...